Здравствуйте, дорогие подписчики! А сейчас поговорим о том, как сохранить хорошее отношение и климат дома во время самоизоляции. Потому что многие обычно, когда работают дома, не находятся. И сейчас находиться всем сразу вместе, это может вызвать стресс. Нас четыре человека, и четвертый присоединился недавно, одна родственница. И в итоге мы живем четвером, и до этого мы в основном ездили на работу, и даже между собой общались только иногда дома, иногда по работе. А сейчас, конечно, какой-то стресс есть, потому что я лично люблю побыть одна, заняться какими-то своими делами, люблю тишину. Естественно, о какой тишине речь, когда все вместе. Поэтому, к счастью, можем позволить себе каждый быть в своей комнате или на кухне. То есть, есть периоды, когда можно побыть одному и не общаться. Я просто предпочитаю заниматься своими делами, никому ничего не говорить, не вмешиваться в какие-то чужие процессы. Хотя у меня раньше возникал такой повод, что хотелось подойти и сказать кому-то, как что делать, или спросить, или вот какие-то бывали такие вот поводы. Но сейчас я решила, что лучше я не буду подходить, пусть все будет как будет. И занимаюсь своими делами, записываю интересные видеоролики, что, кстати, мне трудно было начать делать, потому что как-то вот я все время откладывала это на потом. Откладывала, потому что работа была, а потом откладывала из того, что надо было отдохнуть или отойти, или нервы и стрессы из-за сложившейся ситуации как-то мешали мне приступить. Но мне удалось переключиться, и я делаю все-таки свои дела сейчас. И стараюсь не быть все время рядом с кем-то. Вот, к счастью, удается. Или не обращая внимания, если вот что-то там нужно обсудить, что-то сделать. Могу как-то не слышать как бы. Вот, ну и бывают периоды, когда можно и нормально пообщаться, посмотреть вместе фильм, как-то вот какие-то дела по хозяйству сделать. Вот, иногда выйти в магазин, хотя мы это делаем редко, потому что в такой ситуации как-то не очень хочется постоянно быть там, где люди. Вот, естественно, как-то сейчас уже чуть привыкли ко всему, потому что вначале был стресс, а как же так, как же работать. Вот, но сейчас уже как-то легче. Все равно, конечно, хотелось бы, чтобы скорее все наладилось. Так что если у вас сложилась ситуация, что сложно находиться дома с близкими, потому что постоянно друг друга видеть и общаться вам тяжело, постарайтесь найти себе какой-то уголок свой и заняться своими делами. Может быть, написать статью или книгу, напишите дневник, попробуйте порисовать. Ну, постарайтесь не обращать внимания на то, что что-то происходит, что кто-то что-то делает. Дайте и другим возможность побыть отдельно от вас. И тогда даже в одной квартире вам получится сохранить хорошее отношение. Потому что если постоянно цепляться за то, кто что делает, чем занимается и пытаться навязать свою точку зрения, вы можете спровоцировать конфликты. А мы не знаем, сколько еще нам так находиться. И, конечно, конфликты нежелательны. Так что задача состоит в том, чтобы уметь свои личные границы почувствовать, почувствовать границы другого человека и дать каждому отдохнуть в своем пространстве, пересекаясь только иногда, если нужно. Или если действительно этого хочется, а не по каким-то бытовым ситуациям мелким. А вы как справляетесь?